Невидимые защитники мониторят белорусское небо, но так было не всегда. Нас очень беспокоили события, происходящие на наших западных рубежах. 21 век принес новые технологии. Миниатюрные малозаметные дроны, способные вести разведку местности в тылу противника. Или беспилотники «Камикадзе», готовые незаметно для систем ПВО атаковать с воздуха даже самые охраняемые объекты. Количество средств воздушного нападения постоянно увеличилось, а применение высокоточного оружия увеличилось в разы. Беларусь никогда не имела отрасли для создания систем радиолокационных станций. Но время вынудило страну создать свои комплексы РЛС. Поэтому и родилось тогда тактико-техническое задание на изготовление именно РАСы РБ с требованиями, обеспечивающими обнаружение вот этих малоразмерных целей. Как с нуля создавался самый современный радиолокационный комплекс РАСа конструкторского бюро «Радар» в новой серии проекта «Дело жизни». Смотрите прямо сейчас. На рубеже нового тысячелетия у западных границ Беларуси стали регулярно появляться самолеты-разведчики. Нелегальное пересечение границы воздушного пространства фиксировали и военные. Специалисты понимали – молодое государство начинают проверять на прочность. В будущем подобные провокации могут привести к серьезным проблемам. Нас очень беспокоили события, происходящие на наших западных рубежах. Ну, в год случалось до 18-20 нарушений государственной границы. Они, может быть, не очень явно были видны в информационном поле, но люди, которые занимались охраной государственной границы, очень хорошо это знали и понимали. Средств для борьбы с такими нарушениями в то время у нас не было. События, произошедшие в 2006 году, легли в основу создания новой отрасли в Беларуси – радиолокационных систем. В то время Игорь Насибянц вместе с командой разработчиков принимал активное участие в создании первой белорусской РЛС. Он был одним из тех, кто в полной мере осознавал проблему и понимал, что настало время перемен и революционных решений. Прослужив в вооруженных силах 36 лет, полковник Насибянц из заказчика, как военный, который занимался эксплуатацией различных типов РЛС, разработкой тактико-технических заданий и проведения испытаний, перешел к практике создания комплекса, как исполнитель в конструкторское бюро «Радар». Закончил службу в должности начальника аэротехнических войск. То есть с первого дня занимался, если не сказать разработкой, то во всяком случае военно-техническим сопровождением этой разработки от вооруженных сил. То есть тактико-техническое задание и все, что решено в этой станции, вырабатывалось нами совместно с конструкторами и разработчиками КБ «Радар». Беларусь никогда не имела отрасли промышленности, которая занималась созданием средств радиолокации, хотя объекты противокосмической и противоракетной обороны создавались. Но для вопросов ПВО, а тем более обнаружения маловысотных целей, эта область была для нашей страны в новинку. В Советском Союзе поиски новых способов обнаружения самолетов развернулись еще в начале 1930-х годов, когда стало ясно, что с дальнейшим ростом скоростей авиации зенитные прожекторы и звукоулавливатели из-за своей малой дальности действия не могли обеспечить заблаговременное предупреждение о налетах. Воздушная разведка становилась наиболее узким местом в системе ПВО. Это и послужило толчком развития новой отрасли – созданию средств радиолокации. Само слово «радар» в обиход ввели англичане. Это акроним от английских слов «радиообнаружение» и «измерение дальности». В 1946 году американские специалисты Реймонд и Хаггертон писали, советские ученые успешно разработали теорию радара за несколько лет до того, как радар был изобретен в Англии. Однако 21 век принес новые технологии – миниатюрные малозаметные дроны, способные вести разведку местности в тылу противника. Или беспилотники-камикадзе, готовые незаметно для систем ПВО атаковать с воздуха даже самые охраняемые объекты. А такое оружие беспокоило многие страны. Передовые государства вместе с разработкой беспилотников занимались сразу созданием технологий по их обнаружению и уничтожению. В каждом вооруженном конфликте, который происходил уже в нашей современности, он постоянно характеризовался тем, что количество средств воздушного нападения постоянно увеличилось, а применение высокоточного оружия увеличилось в разы. Исходя из этого, в 2006 году мы очередной раз пришли к этому вопросу и разработали техническое задание на разработку маловысотного резолокационного комплекса. С развитием беспилотных летательных аппаратов специалисты понимали, что в будущем небо может стать серьезной уязвимостью, и нарушения воздушного пространства покажутся безобидной выходкой. А значит, нужны были новые системы обнаружения и сопровождения. Анализ войн и вооруженных конфликтов того периода позволил нам делать вывод о том, что применение пилотируемой, особенно беспилотной авиации, в том числе и высокоточного оружия, крылатых ракет, это актуальная тема, которая постоянно совершенствуется, развивается. Не акцентируя внимание в прессе, в пустыне полигона Ашулук Астраханской области России были проведены испытания различных опытных образцов радиолокационных станций, чтобы понять, какой из существующих комплексов отвечает современным требованиям обороны. Оказалось, что достойных конкурентов в этом вопросе нет. И в то время руководство КБ «Радар» сказало, что в результатах опытно-конструкторской работы может быть создан радиолокационный комплекс, который будет обеспечивать те требования, которые военно-воздушные силы и войска ПВО предъявляют к его созданию. В тот период была разработана и введена в действие первая государственная программа вооружения. Это, я вообще считаю, веха. Это краеугольный камень в создании новых образцов вооружения производства Республики Беларусь. Одним из таких образцов стала и РЛС РОСА. РОСА. То есть стелющаяся по земле. Именно такой принцип работы и заложен в новой радиолокационной станции. Уловить даже самую низколетящую цель – главная задача, которая стояла перед коллективом конструкторского бюро. На тот период таких средств, которые позволяли бы выполнить задачу, так как мы ее сформулировали, не было. Был заключен договор на изготовление опытной конструкторской работы. Шифр, который был как раз назван, РОСА. Это разработка маловысотного радиолокационного комплекса обнаружения маловысотных целей. Радиолокационные станции – глаза противовоздушной обороны. Разведка воздушного пространства – непрерывный процесс, обеспечиваемый постоянным боевым дежурством. Небольшие подразделения решают сложные задачи. Поступающая от оператора РЛС информация о воздушной обстановке является основой для принятия решения командованием на уничтожение воздушного противника. Что возлагает на оператора комплекса серьезную ответственность. Скрытно систему ПВО СССР на прочность проверяли регулярно. Самый громкий скандал случился 1 мая 1960 года, когда в небе над Свердловском был сбит американский самолет-разведчик Lockheed U-2, в простонародье U-2. Воздушный шпион фотографировал позиции ПВО, полигоны, закрытые города и их предприятия, космодром Байконур и другие секретные объекты. Это считается первым боевым пуском в истории советских зенитных ракетных войск. Полет Пауэрса наделал много шума и значительно осложнил и без того напряженные отношения между СССР и США. Системы ПВО регулярно модернизировались. Улучшалась дальность, повышалась точность мониторинга воздушного пространства. И если в начале 2000-х простому обывателю беспокойство военных казалось за гранью фантастики, то сегодня эти действия вряд ли кто-то способен оспорить. Локаторы, как у нас принято говорить, старого парка, то есть выпуска времен Советского Союза до 90-го года, просто не обеспечивали таких возможностей. Они были способны обнаруживать воздушные цели, но решить полноценную задачу обнаружения маловысотных целей, действующих на предельно малых высотах, а это от 25 метров, они, конечно, не могли. Когда мы создавали требования к этому образцу, естественно, мы знали все тактико-технические характеристики, имеющихся на вооружении в то время образцов. И обнаруживать теми средствами было очень сложно, маловысотные, малоразмерные, малоскоростные воздушные цели. Сергей Балашенко оказался среди тех, кто застал революционный этап создания первой отечественной РЛС. Зарождение белорусской радиолокационной станции шло в тесном контакте с военными. Часть разработки была покрыта завесой тайны. Мой отец-офицер служил в противовоздушной обороне в радиотехнических войсках. Я еще пацаном бегал по горкам, на которых стояли локаторы. Уже в детстве отличал дальномер от высотомера. Что такое командный пункт, понимал. И когда стал вопрос выбора профессии, я долго не задумываясь, естественно, пошел по его стопам. Мой отец и я служили на однотипных радиолокационных средствах. И у меня всегда была мечта поучаствовать в разработке и в создании новых современных изделий. И эта работа началась еще при службе в армии, когда я участвовал в создании тактико-технических заданий, в воспитаниях различных. Ну, а потом перешел на ООО «Каборода». К началу разработки РАСЫ в мире существовали всевозможные радиолокационные комплексы. То есть изобретать велосипед было лишним. Но инженеры и конструкторы должны были не повторить аналоги прошлых лет, а улучшить технические характеристики. Впрочем, нельзя сказать, что создание первой отечественной радиолокационной станции проходило легко. Разработав первый опытный образец, конструкторы понимают, машина сырая и требуют серьезных доработок. Это подтверждали и военные. Данная работа сопровождалась рядом определенных трудностей, потому как этими вопросами в Республике Веларусь никто не занимался. В 2011 году мы приступили к государственным испытаниям. В рамках государственных испытаний было разработано и рекомендовано конструкторскому бюро «Радар» выполнить 42 рекомендации, которые позволили еще более совершенствовать данный образец. Главная проблема, с которой столкнулись конструкторы – низкая надежность системы охлаждения. Когда кондиционер ломался, машина попросту перегревалась и отключалась. На языке разработчиков это называется «уйти в защиту». Антенная система была изготовлена в виде замкнутого пространства с радиопрозрачным куполом, который охлаждался высокопроизводительным мощным кондиционером. И по результатам испытаний обнаружено было, что это самая ненадежная система в этом изделии. Поэтому очень конструктора долго думали, каким образом изменить конструкцию так, чтобы приемопередающие модули не перегревались и не уходили в защиту. Но помимо перегрева, у военных еще четыре десятка требований, которые нуждались в изменениях и доработках. РЛС, отвечающие за безопасность воздушного пространства в стране, должны быть передовыми, а значит работать бесперебойно, как часы. О болезнях прошлых радиолокационных станций красочно рассказывали сами военные. И новая техника должна была устранить эти недостатки. Перепробовав различные аналоги и образцы системы охлаждения, разработчики РОСы оказались в тупике. И тогда конструкторам и инженерам пришлось отказаться от самого ненадежного элемента. На тот момент ни одна РЛС мира не использовала подобную технологию. Все доработки основывались на практической эксплуатации первого опытного образца. В рамках эксплуатации мы поняли, что для того, чтобы обеспечить круглосуточную работу, необходимо исключить ряд элементов. А исключение ряда элементов привело к тому, что мы в итоге приняли решение и отказались от системы вращения. А на данном образце было принято решение использовать электронное сканирование луча, что является инновационным развитием и определенным шагом вперед. В течение более чем двух лет велась работа. В результате был исключен этот кондиционер. Было переработано полностью антенный каркас, блоки приема передатчиков, которые охлаждаются уже атмосферным воздухом. Поначалу отказаться от одного из главных элементов РЛС было немыслимо, но вскоре стало понятно, что данная технология и стала революционным шагом на пути создания станции. Выходные каскады построены на мощных выходных транзисторах, которые кроме того, что вырабатывают энергию, естественно, вырабатывают большое количество тепла. И его нужно было куда-то отводить. И вот в первом образце это было реализовано с помощью кондиционера. Здесь же на станции, вы видите, нет ни одного вращающегося сочинения. Осуществляется электронное сканирование пазмута. То есть с помощью примененных алгоритмов локатор осуществляет обзор воздушного пространства без вращения антенной решетки вокруг своей оси. Это второе достижение, которое, в принципе, применяется в единицах типов РЛС во всем мире. Разработав новую, легкую и разборную антенную систему, разработчики понимают, теперь такая полезная нагрузка под силу мощному грузовику. А значит, РОСА может стать подвижной и за считанные часы оказаться в любой точке Беларуси, развернув свой сканирующий купол. Во время создания опытного образца применялись технологии, существующие тогда на 2006 год. Но с течением времени и совершенствования как раз вот антенной системы подстегнуло нас использовать новую элементную базу, которая и применяется в сегодняшних образцах. Надо понимать, что ранее выпускалась продукция на одной элементной базе, как правило, на ламповой, а потом и на транзисторовой. Ну, надо сказать, это генераторные приборы различного размера, различной мощности. Много чего. Кстати, производства этих приборов в Республике Ларусь тоже не было. А РОСА как бы шагнула на несколько шагов вперед. Это локатор, в котором применены, так сказать, твердотельные технологии. То есть ни одного электронно-вакуумного прибора в комплекте РЛС нет. Разработчики принимаются за создание мобильной версии радиолокационной станции. Для этого нужно было построить механизм, который оперативно разворачивал комплекс и еще быстрее складывал для переезда. После рассчитать массу, габариты и, исходя из этих данных, подобрать шасси. Проще говоря, выбрать машину для такого груза. Я могу назвать три модернизации, которые прошли в радиолокационной станции. Ну и крайней стала вот эта мобильная радиолокационная станция РОСА-РБМ. Разница даже по тактическим и техническим характеристикам между первым образцом и этой впечатляет. Мы увеличили мощность выходных каскадов примерно в 4,5 раза. Мы увеличили дальность действия РЛС практически в 2 раза. Ну и повысили в основном тактико-технические характеристики по обнаружению маловысотных целей на предельно малых высотах. За что все время и борется как разработчик, так и заказчик. Грамотная конструкция антенного поста, установленная на автомобильное шасси, и удачная компоновка антенной системы позволили сократить время развертывания РЛС почти в 50 раз. С 24 часов до 30 минут. Уменьшился и расчет, который обслуживал новую станцию. Передовые технологии раскрывали для военных и создателей комплекса новые горизонты. На один комплекс до пяти локаторов назначается всего только один расчет. Станции работают, хочу отметить, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Они не выключаются. Не выключаются. Это тоже особенность по сравнению с теми локаторами, которые были раньше. Так вот, персонал в войсках, численность его не возросла. То есть мы сумели нарастить боевые возможности войск, а численность от ту же персонала, еще раз повторюсь, осталась прежней. По замыслу разработчиков первой модели РЛС, выходной каскад был всего 2 ватта. Сейчас, можно сказать, что это уже десятки ватт. Если сравнить облик опытного образца и сейчас, который изготавливается, они абсолютно разные. Принципы остались те же, конструкция совершенно иная. Изменилась именно конструкция цифровых блоков приема передатчиков и сама их архитектура. Изменилась система обработки сигналов. Изменились вторичные блоки питания. Все это раньше было громоздким из-за того, что блоки питания использовались тоже на старой элементной базе. Они занимали очень много места. Это были подвесные шкафы под антенной системой. Сейчас это все ушло. Это все находится в блоках небольшого размера. Поэтому все велось к минимизации и уменьшению весовых нагрузок на конструкцию. Уделив внимание всем рекомендациям и исправив недочеты, спустя 5 лет после запуска проекта РОСА комплекс предстает в готовом виде. А еще спустя год, после ряда серьезных испытаний, РЛС РОСА принята на вооружение в нашей стране. Военные приняли оба варианта – стационарную и мобильную версии. Формула радиолокации, она одна для всех. Поэтому есть две проблемы. Это компетенции и доступ к технологиям. У нас специалисты Республики Беларусь, которые связаны с радиолокацией, имеют широчайшие компетенции, и это идет в школу еще Советского Союза. Поэтому компетенция у нас есть и доступ к технологиям, которые позволяют сделать качественный образец, способный выполнять поставленные задачи. Также есть. Стоим наряду с современными серьезнейшими государствами, способными выполнять такие задачи, как Франция, Российская Федерация, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Сегодня стационарная РОСА охраняет Минск, Белорусскую АЭС и другие важные объекты. Мобильная версия как нельзя востребована в разных частях страны, в том числе и на границе, где именно раскрывает свой невидимый купол станция закрытая информация. Но работы у комплекса хватает, как и у разработчиков, которые уже занимаются модернизацией, повышая тактико-технические характеристики машины. Я думаю, что разработчик любой меня поймет, когда я скажу, что все реализовать невозможно. Замыслы всегда обширные. Мы видим следующие шаги в модернизации. То есть мы видим, что нам есть куда еще стремиться, и мы к этому идем. Одним из этапов разработки локатора является анализ, так сказать, конкурентов на рынке, анализ возможностей известных соперников. Это первое. А второе – это соответствие требованиям, которые предъявляют заказчик. Он, как правило, требует гораздо больше, чем есть где-то на рынке. В нашем коллективе постоянно сотрудники ведут анализ имеющихся разработок, ведут анализ новых технологий. И постоянно, постоянно это все внедряется в образцы, потому что технологии на месте не стоят, они постоянно совершенствуются. И сегодня конструкторы продолжают работу над модернизацией и улучшением радиолокационного комплекса. РОСА была принята на вооружение более 10 лет назад. За это время РЛС не раз видоизменялась, улучшая свои характеристики. Новые разработки белорусских конструкторов в этом направлении имеют гриф секретности, что позволяет военным не раскрывать все возможности, а тихо выполнять свою работу. Очень мало специалистов подобного уровня есть во всем мире, и очень мало таких специалистов есть в Республике Беларусь. Очень мало. Это буквально считанные люди, мы о них, как правило, все знаем. Это профессия, но это искусство. Это искусство в этой области, потому что его не видно. Это все на уровне программируемых микросхем, которые решают огромные задачи. Производство РОСА, оно постоянно продолжается, потому что проблема обнаружения малоразмерных целей, она постоянная. И поэтому желания и возможности конструкторского бюро РОДАР позволяют нам постоянно расширять наши возможности, совершенствоваться, развиваться и делать глубоко эшелонированную систему обнаружения маловысотных целей. Пройдет время, прежде чем конструкторы поделятся современными наработками. Впрочем, к этому моменту у них будут новые секретные задания, а также новые технологии и возможности. Ведь это их дело жизни. Продолжение следует...